Элизабет Собек Как и ты, ты тоже настоящее чудо Гея, какой была Элизабет? Все мои воспоминания связаны с ней Она была рядом, когда я включилась Мы обменялись приветствиями, именами И начали работу С тех пор мы много раз разговаривали Мне было приятно ее общество Она много рассказывала Она создала меня Воспитала Стала другом? Да Когда я изучала данные из твоего визора, весть о ее судьбе опечалила меня Хорошо, что она добралась до дома Но жаль, что она была там совсем одна Это был ее выбор Она пожертвовала собой Сделала все, что могла Спасибо Что будет с этим местом в наше отсутствие? Все системы этого объекта продолжат работать Минерва больше не будет скрывать объект И его можно будет легко обнаружить Но без моего присутствия он вряд ли привлечет внимание Будем надеяться Ну что, народ Пора выдвигаться Я всех соберу Почему? Кто îн到ше просмотрится Этот лет Он был ждет и почти Он радует Михаил ций Продолжение следует... Продолжение следует... Готовы подключиться к сети котлов. Я рада слышать тебя. Эрэнд и остальные, запускайте генераторы. Я у котла. Эта штука моргает. Так и должно быть. Я на позиции у котла, и мой генератор тоже моргает. Значит, они работают. И мой тоже. И я на месте. И мой. Хорошо. Выход на связь, когда закончим. Отбой. Гея. Поймаем зверя. Подключаюсь к сети котлов. Элизабет Собак, Альфа Прайм. Активирую доступ Омега. Элизабет Собак, Альфа Прайм. Активирую доступ Омега. Доступ подтвержден. Запускаю алгоритм сдерживания. Критическая угроза. Действия покинуть устройство. Применяю комнату нервного секса. Ах, блокирую его. Подключаю внешнюю связь. Работает. Ему некуда бежать. Захват неизбежен. Чрезвычайный протокол 13. Что? Что это? Обнаружен вирус. Пытаюсь ликвидировать. Удержание. Удивительно. Уходит. Смотри. Объект захвачен. Активирую защитные протоколы. Приказ уничтожить. К нам направляются машины. Готовьтесь. Они здесь. Варл, останься. Защищай Бэту. Понял. Береги себя. Активирую. 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 Врагов больше не осталось. Мы знаем, как там Бета и Варла. Вы оба в порядке? Пока живы. Элой, Гефест не может сбежать, но похоже отступил вглубь комплекса. Я вытащу его обратно. А я пока починю разбитое ядро. Береги её, Варла. Ценой жизни. Ладно, надо выследить Гефеста, вытащить его из нары, в которой он затаился, и загнать в ядро. Нет, не выйдет, Гефест. Я найду путь в обход. Элой, я подключилась к твоему визору. Предупреждаю, из следующего цеха идёт сборочный поток энергии. Спасибо, что сказала. Я почти на месте. Это какой-то сборочный цех. Гефест точно что-то задумал. Что за машину он пытается забрать? Не знаю, но хочу помешать. Эти железные транспортеры должны привести меня на склад материалов. Уверена, там упрятится, Гефест. Тысяча отводчик 2 на 45%. Не надо найти вложище Гефеста. Похоже, это не место. Есть женщина, а не боюсь. Защитную психоту. Это звучит пугающе. Машины перемещаются в другой цех. Последуй за ними. Попробую проехаться по реке. Пойти выше щита. Ой, мне удалось подключить большую часть компонентов, но... Энергопроцессор разбит. Если мы не придумаем, как собрать новый, я не смогу починить. Ладно. Но как мне выгнуть отсюда Гефеста? Прядок в центральной платформе должен выйти. Перехвати его. Спасибо. Нет. Не знаю. Пора менять оружие. Нет. 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 Вы便是, нет. Нет. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Нет. Нет. Активируем контрмеры и допускаем вторичную оборону. Запустишь ее и постный цикл С-7 до мать. Чудесно. Еще машина в пути. Бета, Гефест отрезал меня от узла. Есть идеи? Попробую помочь. Попробую помочь. Разобралась. Я подключилась к сетевому центру ядра и сумела отобрать у Гефеста контроль над узлом. Теперь можно его перехватить. Отлично. Спасибо. Устроение медленно. Начинаю от хрупк хранища полок спять. Похоже, он перебрался в другой цех. Что ж, это ему не поможет. Средоохранители энергопровода сняты. Отлично. Гефест покрыл пол плазмой. Надо как-то перебраться. Элой, подходят еще машины. Скажи мне, что ты уже заканчиваешь. Скоро буду. И я тут тоже едва отбиваюсь от машины. Эрэнд столько упускает. Элой, кажется, у меня получится обойти цепь, но мне нужно что-то для крепления модуля подачи. Крепление от корпуса машины подойдет? Точно. Или световая облетка. И можно усилить цилиндром переработки. Для повышения проводимости. Думаю... Думаю, получится, Элой. Думаю, нужно платить цена одного из транспортеров. Думаю, нужно платить цена одного из транспорта. Скажи? Ладно. Пора выгнать отсюда Гефеста. Перехвати управление местным узлом. Поняла. Рецепт Querpler на рынке. И заб Glory. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ох, да сколько ж можно! Ох, это нехорошо. Попробую вернуть тебе доступ. Повысить выходную мощность на 74%. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Создавить оружейный комплект X-1. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 покончен молодец один отлично у гефеста кончаются укрытия я только что засекла мощный выброс энергии в сборочном цель там что-то происходит очень мощная я почти закончила починку ядра может может нам идти к тебе я бы могла отвлечь машину нет оставайтесь там хорошо вот и все ты склонилась перехвати управление еще одним узлом ладно ждите отправляю гефеста к вам хватит прятаться гефест не выпуская его я возвращаюсь мы сможем начать слияние благодаря тебе об это хорошо что ты с нами и тебе мы бы не смогли ничего сделать без тебя и без тебя а а а а а а а а я обошла цепь а ядро стабильно гефест захвачен на сто процентов тогда скорее начнем слияние все готово гея установи соединение готово а а а а а а а а а для завершения надо удалить вредоносный фото с гефеста аккуратно на а и Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Нам пришлось за тобой погоняться Эрик, хватай Бэтл И по пути раздави эту бугашку Субтитры делал DimaTorzok Уууууууууууууууу Marc Ячfon за мной Ну же, хватит возиться. Теперь повеселимся, да? Нет. Элой! Наконец-то. Тильда, готовь Гею и Гефеста к транспортировке. Тильда! Не могу. Тише. Еще не все потеряно. Тильда, ты что вытворяешь? Эрик! Да я ее не вижу! Бетта! Варла! Где я? Проснулась? Тебе досталось, когда Джерард попал по тебе? Наверное, тебе все еще очень больно. Здесь мы в полной безопасности. Другие нас тут не найдут. В смысле, другие зениты? А ты, Тильда. Я не знала, говорила ли бы это обо мне. Она жива? Жива. И пусть она не там, где ей хочется, пока ее ничего не грозит. Нам нужно придумать, как ее вернуть, но сперва ты должна прийти в себя. Как будешь готова, спустись по лестнице и зайди ко мне. А я пока приготовлю завтрак. Завтрак. Ладно. Ладно. Ладно, вы вместе мне сюда. Зачем это все? Это какое-то прикрепление, что ли? А что это? Несколько экспонатов из моей коллекции. Я сохранила их здесь, когда улетала с планеты. Рассмотри, если нравится. Интересно, что ты скажешь. Мой друг погиб. Бету и Гею забрали, а ты показываешь мне картины? Не стоит отвергать успокоение, которое таит в себе искусство. И опыт, который оно дает. Эти мои любимые. Слева женщина, читающая письмо. Вермеер, настоящий мастер. А справа подделка. Женщина, читающая ноты. Опытные эксперты поверили, что и это оригинал. В юности меня восхищали подобные обманы. Но, в конце концов, я разработала программу, которая могла точно распознавать фальшивки. На ней ты заработала деньги на билет на Одиссея. О, нет. Состоянием я обзавелась позже. Селена и Энди Мион. Она богиня Луны. А он простой пастух. Рядом с ней Эрот, бог любви. Она что, отглядывает за ней? Скорее, тайно навещает. Факел в руке Эрота олицетворяет тепло чувства Селены к любимому. Пусть эти двое навечно разлучены, ее любовь не угасает. А здесь Рембрандт изобразил плачущего Иеремию. О чем он плачет? О своем доме. Древнем Иерусалиме. Он предрек ему печальную судьбу, но не смог от нее уберечь. Он сумел лишь спасти от разрушения его сокровища, как я спасла эти шедевры. Мы с ним родственные души. Портрет Дитуса, сына живописца Рембрандта в монашеском одеянии. Я не понимаю, какое дело кому-то вроде тебя с бесконечным запасом ресурсов до какого-то парня в капюшон? Дело ведь не в том, что изображено, а в том, как. Лицо яркое и четкое. Но взгляд его опущен, тяжелый и несчастный. А фон, кажется, поглощает весь свет. Картина пропитана чувством потери. Я понимаю, что чувствую, автор. Ночной дозор Рембрандта. Пожалуй, самая известная картина с моей родины. Написана по заказу ополчения, собранного из видных членов общества. Полагаю, и ты была видным членом общества. Когда-то. Но не такой, какой стала ты в этом новом мире. Шторм. Вильямо Ван де Велде. Известного своими многочисленными морскими пейзажами. Корабль посреди стихии. Думаю, тебе это знакомо. Это так. Поэтому я особенно ценю это произведение. Волны и ветер угрожают разбить судно. Но корабль не сдается. И цепляется за свет, когда все вокруг заволакивает тьму. Потрясающе, да? В свой золотой век мой народ создавал не только картины. Это кувшин работы Ван Вианнона. Отлитый из цельного куска серебра. Зачем он нужен? Элизабет тоже ценила больше содержания. Чем форму. Польза от него меркнет перед его значением. Ван Вианнон отлил его в честь умершего брата. Который и сам был известным ювелиром. Памятник. Да. Горе породило красоту. Но его остальные много уголков. Но его не было. Так быстро? У меня есть много более важных дел. Как и у меня. Нам нужно спасти очень многое. И то, что хранится здесь, тоже. Нет ничего дурного в том, чтобы посвятить время этим шедеврам. Или поднимайся и займемся делами. Решай. Ты здесь. Тебе лучше? Как вы нашли нас в котле? И что ты сделала перед тем, как я отрубилась? Сразу к делу, да? Что ж, скажем, мы очень пристально следили за Гефестом. Мы знали, что вы за ним придете. Ваша хитрость не сработала. Ну, а мой маленький трюк... Это была перегрузка органов чувств. И мощный энергетический выброс. Джерард и Эрик быстро пришли в себя. Их защитили барьеры. А ты потеряла сознание, и я тебя вытащила. Может, легкий завтрак поставит тебя на ноги? Это был твой дом. Ты воссоздала его для Беты. В вашем виртуальном мире. А ты проницательна. Прошу, сюда. После всего, что сделали твои друзья, думаешь, я буду сидеть тут и болтать с тобой? Они мне не друзья. Никогда ими не были, а теперь и подавно. Ты летала с ними в космос. И жила с ними тысячу лет, пока не вернулась. Почему ты внезапно их предала? Все просто. Вот. Мой визор. Ты починила его. А значит, ты видела... Невероятные вещи. Чего ты добилась за пару десятков лет. Я прожила уже тысячу, а добилась куда меньшего. Прости, что влезла в твои дела. Но мне пришлось, чтобы понять. Открыть глаза. Я правда вижу в тебе, Элизабет. Ее решимость, ответственность. Ее честность. Я смотрела и стыдилась за тех, с кем связалась. И я поняла, что должна помочь тебе. Но я хочу остановить твоих друзей. И я хочу. Прошу, сядь. Вот. Так-то лучше. Что ж. Мы должны вернуть Бету и Гею любой ценой. Думаю, ты уже знаешь, что Джерард планирует перезагрузить биосферу Земли. И заново создать мир, который будет подходить только для нас, бессмертных. Этот процесс убьет все живое на планете. Он зовет это очисткой. Я остановлю его. Мы остановим. И как только он и остальные исчезнут, мы воплотим мечту Элизабет в жизнь. Уверена, Бета рассказала, что на корабле есть копия базы данных Аполлона. Полное собрание знаний человечества. С Геей и этой базой мы осуществим желание Элизабет вылечить биосферу, обучить людей всего мира, помочь им. Создать мир ее мечты. Давай не будем торопиться. Твои друзья окажутся мне неуязвимыми. Прошу тебя, перестань звать их моими друзьями. И они уязвимы. На самом деле твой друг придумал, как их победить. Сайленс. Да, он такой трудяга. Создал армию, способную сокрушить всю драгоценную базу Джерарда. Мятежники Регалны. Сейчас они готовятся к штурму столицы Тенакт. Победив, Регалла получит в распоряжение все племя. Сотни воинов и машин нападут на базу. Ее, конечно, обманули. Они все там сгибут. Но пробьют оборону Джерарда, чтобы дать Сайленсу убить его. И всех остальных. С помощью своего нового оружия. Да, он придумал, как обходить наши щиты. Настоящий умница учел все и все. Кроме нас с тобой. Пока его армия будет в лоб штурмовать крепость Джерарда, мы с тобой проникнем в нее с тыла. Лишь мне известен этот вход. И пока Сайленс и мои друзья будут сражаться друг с другом, мы вернем Бету и Гея. Я говорила, что помогу тебе. Это правда. Мой старый визор. Как ты его нашла и починила? Когда мы увидели тебя на полигоне Аида, Джерард счел тебя помехой, но я нет. Я увидела спасение. А после твоего побега, кстати, изящного, Джерард и Эрик решили, что ты погибла. А я не поверила. Пока остальные были заняты, я вернулась в лабораторию и обыскала там все. Тогда я и нашла это сокровище. Починить было нелегко, но усилия окупились. Я увидела всю твою жизнь. Ты словно яркие краски на потертом холсте. Как лис, даже лучше. Ты показывала остальными? Конечно нет. Ты вдохновила меня на отказ. От старых принципов. Стоит упомянуть, что если бы я не нашла его и не увидела все это, я бы не стала спасать тебя в котле. Ты бы погибла. Поблагодарить тебя? Если хочешь. Ты знаешь обо мне все. А кто ты? Что ты хочешь узнать? Ну, начни с жизни на земле. Когда мне было восемь, террористы затопили город. Тысячи утонули, мои родители тоже. А я выжила в числе немногих. Опекун отправил меня в школу-интернат. Одноклассники не приняли меня. Я стала сиротой и изгоем. Итог событий, на которые я и повлиять не могла. Значит, мы похожи, да? Правда. И ты была изгоема. Но это не помешало тебе добиться желаемого. Как и мне. Я сумела преодолеть невзгоды и заработала состояние своим умом. Сперва был технический анализ картин и выявление подделок. Весьма прибыльное дело в те дни. Но потом выяснилось, что мои программы еще лучше подходят для контрразведки. Следующим шагом стал сбор и продажа чрезвычайно ценной информации. Ты стала шпионом? Точнее сказать, платным агентом по сбору данных. Разумеется, я всегда работала анонимно, чтобы защитить себя. Но дальнему Зениту все-таки удалось меня разыскать. Что случилось, когда Зенит пришел к тебе? Они нарисовали картину прекрасного будущего. Где не надо бояться болезней и смерти. Где мы путешествуем между звездами и процветаем. Лишь потом я осознала, что они собирались взять в это будущее лишь богатых и влиятельных. Но когда я это поняла, назад пути уже не было. Машины Фаро пожирали планету. Я приняла приглашение дальнего Зенита и взошла на Одиссею. Я звала с собой Лис, но у нее были более благородные планы. И ты не знала, что Зенита Чудовища пока не стало уже поздно? О некоторых я знала, конечно. Но пока мы не покинули планету, я не осознавала масштабов их жадности. Я была рада просто остаться в живых, а вот остальные были одержимы неким подобием вечного блаженства. Построили колонию, где машины исполняли все их желания, воспоминания и фантазии. Легко оживали в виртуальной реальности. Вечно. Это была не жизнь, а отупляющий, бесконечный сон. Шли десятилетия, и я уставала от этого. Я вновь была одна, но в этот раз могла вечно размышлять об ошибках. И лишь теперь, с тобой, я обрела второй шанс в жизни. Шанс на что? Помочь тебе, конечно. И воплотить мечту Лис, так похожую на изначальный план Дальнего Зенита. Создать лучшее будущее. Так Бетти пока ничего не грозит? Что Зениты делают с ней? Она следит за слиянием Гефеста и Геи. Это большой и долгий труд, как ты уже знаешь. Они могут быть с ней жесткими, но ее жизнь в безопасности. Она их единственный шанс. Ну да, вы всегда видели в ней лишь инструмент. Идея Джерарда не моя. Они с подозрением смотрели на то, как я проявляю к ней доброту в любой форме. Поэтому я создала виртуальный мир. Место, где мы могли свободно общаться. Об этом мире, вашем с Беттой, никто из Зенитов так и не узнал? Джерард считает себя самым умным из нас. Ни разу за тысячу лет он не допустил мысли, что его могут перехитрить. В виртуальном мире мы с Беттой могли общаться, не вызывая их подозрений. Там мы были самими собой. Но ты прекратила общение. Да. Хотя это было больно. Я очень беспокоилась, что наши встречи навредят ей. Она чувствовала себя брошенной. Я боялась, что другие накажут ее. Я не могла больше быть ей подругой, но я знала, что она в безопасности. Пусть это звучит жестоко, но поверь мне, я всегда заботилась о ее благополучии. Почему ваш мир был похож на твой дом? Я сделала этот дом надежным убежищем, укрытием и для меня, и для шедевров, хранящихся в нем. Это уникальные культурные ценности, одни из величайших достижений нашей цивилизации. Ты хотела, чтобы Бетта их увидела? Да. Ее с детства обучали лишь точным наукам. Я думала, что картины Вермеера и Рембрандта внесут в ее жизнь новые краски. Что она получит знания не менее ценные, чем вся вбитая в ее мозги наука. Жаль, что общение прекратилось, но я рада, что поделилась с ней тем домом. Этот приют был ей нужнее, чем мне. Почему ваш мир был похож? Я сделала укрытие. Эд одни. Ты хрррр, чтобы... Да. Я думала, вниз, что она получит, а вбитая. Жаль, что общения этот приют. Бета сказала, что ваша колония уничтожена, и вы вернулись на Землю, потому что больше некуда. Это так. Когда мы прибыли на место, на планету в системе Сириуса, мы десятки лет строили новый дом. Земные ограничения, страх смерти исчезли. Подумать только, что мы могли создать там. Это могла быть утопия. Вместо этого мы погрязли в застое, в погоне за благами и виртуальным удовольствием. И очнуться мы смогли лишь после катастрофы. Что случилось? Опасная сейсмическая активность. Мы знали, что ядро нестабильно, но недооценили проблему. Мы опомнились, когда катастрофа была уже неминуема. Лишь немногие успели улететь. Мы взяли курс на землю. Наш последний безопасный приют. В котором вы решили уничтожить все живое. Это Джерард? Не я. Он считал, что лучше начать все с чистого листа, а не исправлять. Без первобытных племен, без боевых машин, лишь свежий холст, ждущий кисти художника. но мы его остановим. Нам лишь нужно пробраться на базу. как именно ты хочешь попасть на базу зенита? Сделаем так, как я поступала еще в детстве. Используем запасной выход. Через проход на стыке постройки Джерарда и древнего фундамента. Только я могу там пройти. Когда Сайленс приведет армию на штурм, мы пройдем через него. Практически миновал бой. Все будут слишком заняты, а мы спасем Бету и Гею. Попав на базу, где нам искать Бету и Гею? Здесь, в центре управления. К тому времени Гея уже объединится со всеми вспомогательными функциями, включая Гефест. А копия Аполлона с вашего корабля? Заберем ее, когда с остальным будет покончено. Тогда у нас будет все, чтобы сделать мир таким, каким он должен быть. Как ты узнала план Сайленса? Не он один умеет запускать Трояну. Взломала его визор? Нет, он слишком осторожен. А вот его подчиненные не очень. Он раздал визоры своим воинам, называет их сыны Прометея. Они помогают Регалле. Из их визоров я узнала о том, что он успел сделать. Он обучил людей перехвату машин, вооружил повстанцев Тенакт, изговорился с Регаллы напасть на базу Джерарда. Но как он придумал оружие, способное пробить ваши щиты? Это единственное, что мне не удалось узнать, но он и правда это сделал. Его оружие сработает. С ним и с армией Тенакт ему кажется, что победа близка. Даже жаль его разочаровывать. Регалла желает лишь убить Хикаро и начать войну с Карха. Зачем ей штурм крепости Зенитов? Цена, которую она должна заплатить. Без умения перехватывать машины, ее мятеж просто захлебнулся бы. Значит, у нее сделка с сынами Прометея? Машины, чтобы одолеть Хикаро? В обмен на штурм базы Зенита. Гордыня мешает ей понять, что она не переживет эту битву. И она даже не знает, кому подчиняются сыны Прометея. Но при всей своей хитрости Сайленс тебя недооценивает. Именно это позволит нам увести Бету и Гею прямо у него из-под носа. Пока сотни Тенакт будут гибнуть при штурме. Ты знала Элизабет? Какой она была? Лис была ты обладаешь всеми ее чертами. И не только. Ты находчива, решительна. Ты человек совести. Ты смогла впитать ее лучшие качества и сделать их своими. Я спрашиваю не про себя. Расскажи про Элизабет. Какой она была? была честно на самом деле я не знаю. Все время что мы знали друг друга она всегда была отчасти закрытой. Так было с самого знакомства. когда вы только встретились она была какой? Сдержанной? Замкнутой? Да нет. Не сказала бы. В Париже на конференции по машинному обучению горячей тогда теме власти как раз начали запрещать искусственный интеллект. Лиз там выступала с докладом. Она уже прославилась своей работой по автоматическому оздоровлению среды. Но в докладе она начала описывать следующий шаг ИИ-систему управляемую не программой и алгоритмами а собственными выводами которые были сделаны из задачи. Забота о жизни о невыполнении приказов. Просто с ума сойти. Я была потрясена и уже давно хотела с ней познакомиться. Я наблюдала за ней после речи. Она говорила так увлеченно проникновенно. А потом закрылась. Я чувствовала что ей некомфортно в кругу почитателей. Как будто то выступление тяжело ей далось. Я не хотела навязываться поэтому решила немного выждать. Как ты все же сумела познакомиться с Элизабет? Я выбрала момент. Следующим утром она вернулась на конференцию. Только что выпила кофе. была свежей, бодрой, как будто готовилась к грядущему сражению с коллегами. Я предложила прогуляться. Задала вопрос о ее речи, который казался мне умным. Ее ответ показал, что умным он не был. Но она была дружелюбной. Как будто мы с ней были давно знакомы. и только в середине нашего разговора я поняла, что она знает, кто я такая. Я была в легком шоке. Я же торговала чужими секретами и делала все, чтобы сохранить анонимность. Такова Лиза всегда на шаг впереди. Та прогулка предопределила все наше общение. Она всегда знала меня лучше, чем я ее. кажется, я понимаю. Сначала Вару, теперь Хикару и Тенакт. Твой план истребит целое племя. должен быть другой путь. Ситуация у нас попросту отчаянная и, уверяю, другого пути нет. Вспомни новый рассвет. Жертву Элизабет иногда многие должны погибнуть ради жизни мира. Я с ним выхода нет, ищи дальше. Стой. Ваш виртуальный мир, он все еще существует? Открой мне его, и я поговорю с Бетой. Невозможно, нас могут засечь. Риск окупится. Другой путь есть, и Тенакт смогут выжить. Но мы нет. Если нас хочешь помочь, открой! что они с ней делают? Она в виртуальной реальности. Для ручного слияния Гея с Гефестом нужно часами решать мелкие утомительные задачи. Чтобы подстегнуть, ее погружают в симуляцию, усиливающую одиночество и отчаяние. Бетта, слышишь меня? Ты жива? Они следят за мной. Я не смогу долго держать эту проекцию. Ты должна была меня убить. нет. Послушай, я приду за тобой. Обещаю, да. Но тебе придется еще потерпеть и поработать над слиянием. Думаю, у нас получится. Я свяжусь с тобой позже. Продержишься? Раз не знаю, что ты спасешь меня, я выдержу что угодно. Что ж, я выполнила просьбу. Может, расскажешь мне свой новый план? Я хочу распустить армию Сайленса. Они мне не нужны. Только оружие, пробивающее ваши щиты. И как ты предлагаешь это сделать? Вежливо попросишь? Без Регала и ее мятежников у него не будет выбора. Только мы ему поможем. Поможем в чем? Что ты ей сказала? Это наш с сестрой секрет. Мы поможем Сайленсу напасть на ту базу. Остальное потом. А сейчас я должна кое-что сделать. Да? И что же? Похоронить друга. Потом использую блокиратор, который дала мне бета. И положу конец мятежу Регалману. С воздуха. Стой. Раз уж ты твердо решила делать все по-своему, я знаю, что поможет тебе разобраться с армией мятежных тенак. В древнем Титане горе хранятся электромагнитные ячейки, входившие в его арсенал. Сбрось такую на армию Регаллы. Устроим сюрприз. Иди, делай, что должны. Встретимся в твоем лагере, если сможешь уговорить Сайленса. Не если, когда. Эрент, ты там? Алло! Алло, это правда ты? Да, это я. Где все остальные? Мы все вернулись в лагерь. Что случилось? Это проще рассказать при встрече. Я вернусь к вам как смогу. Ладно, будем ждать тебя. Приятно слышать твой голос, Элой. счастлива. кофе. Ладно, нет. А в о